Благодаря Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостью, будь ко мне грешным. Господи Иисусе, Крестец, Сыне Божий, молитвами причисли Твоей Матери и всех святых. Помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Тебе, Святому Духу и Ныне Всегда и Лови Тебе Бог. Аминь. Святая Крепкий, Святая Крепкий, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости не законы наши. Святый Боже, посети и Сыне Невощи наше имя Твоего Раиса. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и Лови Тебе Бог. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да проявит Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш на сущных подаваниях на каждый день. И прости нам грехи наши, Бога, мы прощаем должникам наших. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавок. Ибо Твое садство и сила и слава во веки. Аминь. Восстав после сна мы преподаем к стопам Твоим благо. И ангельскую песню возглашаем к Тебе силе. Свят, Свят, Святый Божий, помоли Твоему Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна ты поднял мне, Господи. О, мой просвети сердце и открой встану, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, Свят, Святый Божий, молитвенно Богородице, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья и деяние каждого обнаружится со страхом воскликнем в полночь. Свят, Свят, Святый Божий, молитвенно Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Милуй всегда, и во веки веков. Аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долгой терпенью Ты, Божий, не прогнился на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконно моих, но оказал необычное Твоя человеколюбие по дням на спящие, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославив Могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться в Слову Твоему, разумевать в заповеди Твои, исполнять волю Твою, кровь в стабли, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее имя Твое, Отца и Сына, Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Придите, поклонимся к Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и приподем ко Христу царю нашему Богу. Придите, поклонимся и приподем ко Мому Христову царю и Богу нашему. Восплющите руками все народы, воскликните Богу глазом радости его, Господь Всевышний Страшен, Великий Царь, на всей земле покорил все народы, имена под ноги наши, и избрал нам наследие наше, красу Якова, которую разъебил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном, пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумных, Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Низья народов собрались, народу Божию Абрамову, ибо щиты земли Божией, он превознесен над ними. Велик Господь, Исиф Вален в ограде Бога нашего, на святой горе ее, прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя, Бог в жилищах его ведом, как заступник, ибо вот, Сошли цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство, страх, объявы, там и мука, как у женщин в родах. Восточный ветхом ты сокрушил фарсийские корабли, как слышали мы, так и увидели в ограде Господа Си, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его намеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей по семье храма Твоего, как имя Твое Божие, так и плана Твоя во концов земли. Весница Твоя полна правды, да веселится гора Сион, и да радуется чтение юбейские роды. Судов Твоих, Господи, пойте вокруг Силона и обойдите его, пересчитайте башню его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите дамы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веке и веке. О, будет вождем нашим до самой смерти, слушайте, сие все народы, внимайте, всему свежемущие во вселенной. И простые, и знатные, богатые, равные, как бедные, устаные, изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мою к притче, на гуслях открою загадку мою, для чего бояться мне во дни детствия, когда беззаконные путей моих окружат меня, надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупать у него, дорога сына искупления души их. И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилу. Каждый видит, что и мудрый умирает, равно как и неверный, и бессмысленный погибает, и оставляет имущество свое другим. В мыслях у них, что дамы их вечны, и что жилища их в рот и рот и земли свое не называют своим именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которым погибают. Этот путь их есть безумие, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец, заключав их в происходнюю смерть, будет пасти их, и на утро правильники будут вовлечествовать одними. Сила их истощится, молила, жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо умирая, не возьмет ничего, а не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает духу свою и прославляет тебя, чтобы ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не умер в свете. Человек, который в чести не разумен, подобен животным, которым погибают. Слава Твою Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и водитель, и Бог одни. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Божие. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Божие. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Божие. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего долгого, и к Тобой избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля, дай мне не подвергайся суждению открытому ненастольному вста, и распорить Святое Ибо Твое, оставить Сына и Святого Духа, ныне всегда и вовлите Его один. Встав после сна, я посреди ночи приношу Тебе песен Спаси, и припадая к стопах Твоим, взяла к Тебе, не дай мне уснуть грехом не смерть, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся, скоро подними меня, беспечно обожавшего, и спаси меня, стоящего под Тобой в молитве. После сна ночного, пошли мне ясные и безгрешные день Господи, и спаси меня, владейка человеколючая, статус, весна. Я спешу к Тебе и по милосердию Твою принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла, и от дьявольского искушения. И спаси меня и види в царство Твое вечное, ибо Ты мой Твой источник и подателем всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу в мире всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дам мне рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напарствий и всякого вражеского зла. Ты сам, владито, Творец Всевастущего, удостоен на пресвете Твоей истины. С просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ни вне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных всякой плоти, на высотах небесных живущей, озирающей до земли, наблюдающей сердца и умыслы, ясно ведущей тайн человечества, безначальный вечный свет и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моление наше, который мы в настоящее время надеясь на обилие и сострадание Твоего, Твою Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешение наше, совершенное нами делом, словно мыслью, вольной невольной и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем. И трезвенную мыслью прожить всего одежды земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго предшествия и народного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего, Истинца Христа. Когда общий судья придется славным, как каждому по делам Его, пренойдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнениями заповедей Его и готовыми войти с Ним в радость и божественными чертов славы Его, где непрестанные голоса торжествующие и невыразима радость вырещит несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Ты, ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешным и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения, о святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во всей мимой жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения в радость, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом, молите меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая моя Владычица, святыня Богородица, святыня Твоими всесильными мольбами, а отгонит меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныния, забвения, неразумия, нерадения и всескверные, вукавые, хуньи и помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я ничь и сладь, и избавь меня от многих губительных воспоминаний и нерадений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен во всех родов, и Твое пречестное имя сварится во веки веков Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатий, Роман, Анатолий, Сергий, Святая Гена. Молите Бога о нас. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой, благословенок и между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иокима, родителей моих, братьев и сестер, родственников, начальников, благодетелей и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им Твои земные небесные блага, и не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи их, и силою Твоей дару им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, и всех православных христиан, прости им все и грехи, войны, не войны, и дару им царствия небесные. По святым и упокой, Христе, души рабов Твоих, правцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизни бесконечной. Слава Существу, Северному Богу, и ныне, и всегда, и во веки, и веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобное Богородство Твоевцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Слава Тебе, наш Бог Иегово, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Савваух, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава, Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресновева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими и покрой в опорам любви. Как Ты защищала нас в этих дальних путешествиях, уменьшала сердца людей. Благодарю Тебя, Господи Божий мой. Сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил душу мою и в этой ночи, спасая от опасностей видимых и невидимых. И только день вечности откроет этот. Прошу Тебя, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарству, страшному и непонятному. И веди душу мою навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители бедности, довольствуясь малым. Имея пропитание и одежда, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать никому, не завидовать. И каждому дару и жилье Сергею Гавриилу. Аллилуйя. И укрепи народ твой, дабы не страшить цесарей начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и облечать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец. В образ крутости и воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Пророк Илья, Ильисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи. Незраниеми, Амус, Наум, Исайя, Иеремия, Иварух, Изыки, Иосия, Иаиль, Айгей, Сафония, Захария, Малах, Давид, Нафан, Даниил, Отрак и Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоя нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных Духи Святом, с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи! Господи, Смири власти и воинства, игновите страх Твоя на них, и через них сотвори благое церкви Твоей. Сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Александра, Даналья, Рамзана, Петра, Александра, Амана, Эрдогена. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Господи, приготовь народ к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступление от Тебя, о чем свидетельствует нам Святая Библия. Аллилуйя! И сохрани нам, Господи! Ты жизнь нашу продлил разум, сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Аллилуйя! Сохрани нас здесь селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, потопки. Аллилуйя! И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, 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 Зеракина. Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиты, Михаила. И пришли добрые жители, с детьми, знающими тебя и сохрани школу. Аллилуйя! Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Ленину, Ленину. И расширь пределы наших общих, найди новые души, побуди всех на благовестие. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Возри на врагов и разруши их замысла, кующие против нас. И закрой их, лживые уста. Дай им покаяние, примири их с нами. И в судный день не помяни их безумие, ибо они не знают, что творят. Благослови благодетелей наших и через них сотвори нам благое, пошли нам все потребное. Благослови Елену, Евгению, Евгению, Наталью, Максиму, Владимиру. Посети болящих, дай силу все перенести, пошли мы в исцеление, как угодно тебе. Сергей, Александр, 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 Аман, Паин, Калерина, Антонину, Игоря, Дионича, Романа, Марии, Иоанну. И нас помилуй, милости Твоя ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо без Твоей воли никто ничего не сделает. Помилуй их всех, Господи. Аллилуйя. Сохрани наше сокровище, сайт и форум, что есть здесь. Для пользы многих людей, трудящихся. Василия, Сергея. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Светлана, Юрия. Аллилуйя. А сей помилуй Димитрия, Марину, Щады, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду. Надету, Наталья, Ревеку. Благославие. Димитрия, 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 Олега, Алексея, братья. Исполни всех благодать и Духа Твоего Святого. Михаила, Мину, Анну, Сочады, Юрия, Ексения. Сергей, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, путешествующий, Хороис. 20 лет, и как Александра, Николая, Михаила. Не дай им погибнуть в ожесточении. Ибо вне церкви нет спасения. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Херувины, Серафимы, все небесные силы, престолы Божьи, предстоящие. Святые апостолы, Петр и Павел, и Мегеринства, Матвея, Марка, Луканя. И дарь нам, Господи, жажду исследовать священное писание. Ибо через них мы думаем и жизнь вечную. А они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Анфиму, Вениамину, дай веру, и Саши родители, и такое воспитание. Болите Бога о нас, святые отцы, и Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затаусов, Апанасий Великий, Ифрем Сильев, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Пеодосий, Корниль, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим, Царовский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Широкальский, Кирилл, Иоанн Неподин, Николай Макарий, Алтайский, Пиларет. И все перевозчики, священные писания. Молите Бога о нас. Да укрепить на Господе, сохранить в святой православной вере. А замысел Иритяков прозвей, и мечтой преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Феоко первомущенец, Апатина, Самарийнина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Андриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилла и Акила, Андрония Киюни, Киприяна Устина. Да дарует Господь послушание и молчание. Целомудрие и стебиво с женам и девам, И сохрани их от всяческого поругайни. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, исправь не покорилась Галина, Семейство Евгении, Надежда, Надежда, Наша Светлана, Мария, Ледемилу, Галину и Иоанну. И нас помилуй, милости Твои. И я ради прими нашу молитву воздеяния рук, Как жертву вечерней, благолухание приятное Перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи Владыка, слушай и дослышит Рад Твой. Да будет сей день днем благоговения перед Тобой и прославления Тебя и Дел Твоих, Христе Божий наш. Аллилуйя. Аминь. Доброе утро всем. И как всегда, мы к молитве добавим еще то, что служит благословением к молитве. Это у нас правила, они вывешены в притворе. Правила ни одного человека еще не было, кому бы эти правила сразу встали поперек. Приезжают священнослужители, архимандриты, все приезжали. Фотографируют, вручную переписывают. Настолько радостно. Но ни одному человеку не удалось это воплотить. Не потому что это невыполнимо, а потому что люди воюют против того, что сами не умеют делать. Вот хорошо сказал Григорий Ниски, это родной брат Василия Великого, когда умерла сестра Макрина. И он стал описывать. И говорит, пишу, а люди-то не поверят, что такое чудо было с ней. Люди могут верить только в то, что сами могут сотворить. Вот так все. Людям непонятно, а почему на вас нападают так, потому что они не такие. Они всем твердили, что нельзя по-другому. Надо расхолаживать людей. Экономия, слова придумали, как вот сектанты, еретики. Они не говорят, что они еретики. Они говорят, динаминация, конфессия. То есть подмена слов, понятий. Этих слов вообще нету. Их даже, ну нету в других словарях, там дали искать. Я где не искал их, нету. Это новое, придуманное. Есть церковь и есть ересь. Есть православие и есть ересь. А то оттуда взяли православные. Да оттуда, что еретики появились. И уже в каноне первых апостольских правилах, уже 85 правил там, и уже слово православное встречается. А на Первом Вселенском Соборе это прямо показывает епископы православие. Правильно славить. А как правильно? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков, и во веки веков. Если есть еретики какие, то они иногда пытаются скрыться. Слава Отцу и Сыну во Святом Духе. Не и Святому, а во Святом. То есть это не отдельная личность. То есть надо внимательно смотреть. И вот у нас висят эти правила, я их считаю о дисциплине. И восьмой пункт. Облик священнослужителя даже внешне должен соответствовать церковным канонам. Небритый, борода и усы не подстригать. А то подстригают, смотришь, священники нормальные, подстригают все. А прищищать все буду, чтобы не... Как? Усы задело при счастье и что? Усы задело. Никогда этого не было, чтобы подстригали. До Никоновой реформы. Ни коньяни, как называют их старобрядцы. Они подстригают вас. Православные настоящие никогда не будут. Зачем? Он касается губ и усы. Все, только губы нижнюю поднял и все. Еще не дай. Зачем он тебе будет усы трогать-то? Он подает тебе в рот рукой, разведи только и все. Ну, глупости. И постригают вас священнослужители почти 100%. А как вы узнали? Да очень просто. Вчера меня возили в краевую больницу. Не потому, что я нуждаюсь в этом. И врачи мне не помогут. Я знаю. Но меня обвиняют, что я о своем здоровье не забочусь. Это самоубийство. Сергей Пупков. Вот он, ведущий здесь, Сергей Павлович. Он меня повез. Безотказно всегда. А там наш работает брат Виктор Андреевич. У нас с собой полис, паспорт. Все взял, сделал. Куда проверить уши. Почему вдруг у меня левое ухо. Пять дней голос слышится в нем. Голос. То есть мой голос отдается как эхо. И даже аппарат от слуховой не помогает. Я сидел в машине, ездили по тереевку. Я руку так делал, как парус. И воздух, чтобы холодный. А он отбивал и прямо... А с левой стороны... Ну, все сошлось. Я сижу и в этом надуло. Там воспаление оказывается. Ну, холодный воздух. И потный сам был. И вот они все рассматривали. Все из кабинета в кабинет водили. И я везде засвидетельствовал. Вот люди, которые... Которые бывают с тобой где-то. Они всегда начинают искать. Почему? Почему он был, говорил, и душа не тронулась с места. Не заинтересовалась даже. А почему я стал говорить, и на ваши слова отреагировали? Что в ваших словах? Мои слова Абдули поперек исследовали. И пытаются подражать, да, говорит, ничего не получится. Как один сказал, говорит, собачий хвост видно. Но за этим-то еще что-то другое. В первую очередь ты должен соответствовать. Вот я пока ждал, на улице стоял, пока меня позовут. А народу я посчитал машин, только приехал. Больше ста машин стоит. Больше. Сколько, неизвестно. Там они скрываются за поворотом. Но это много. И люди идут. Ну, я так примерно. Я люблю статистику. Посмотрел. Мужчин. На сто человек ни одного с бородой нет. Ни одного. Курят. Выходят на улицу. Там написано внутри ограды. Написано территория, где курить нельзя. Нельзя. И даже врачи выходят. Ну, видно, что они врачи. И на улицу туда, на территории. Внутри здесь нельзя курить. Один там раньше было закурил. Я подошел из кота. Тут уже прям перед вами написано. Он опустил голову и пошел. Мог бы, конечно, и обматерить. Но пожалел меня. Вот я считал, сколько мужчин посмотрел. Сто, двести, триста. Ни одного с бородой нет. Ни одного. Все бритые. Нормально? Ну, Бог-то создал мужчину и женщину. И волосы Он создал где? Они растут. Ничего тут не сделаешь. А зачем растут? Ну, это другой вопрос. Зачем? В первую очередь, когда изображают апостолов. Даже баптисты, другие, всегда рисуют с бородами. Христа с бородой. С чего ради с динами волосами, непонятно. А вы что считаете короткие? Я не считаю, но он не был Назареем. Он не был Назареем, вино пил. Назарея не пьют. Из города Назарет он поселился. И так называли, как вот Москвич живет. Москвич в Москве. Вот. В Америке живет там американец. Так и это. И вот посмотрел относительно мужчин. Ноги закрытые. Ну, то есть, называют шорты. Сильно напоминает черта слово. Не люблю это. У нас никогда не было. Это стромота считалась. Если появялся кто-то, все бы глаза на его вылупили. Смотрели. Мужчин, точно не могу сказать, но не больше 5%, которые ноги голые. Это я говорю о мужчинах. Рубахи на выпуск. Примера половина. Поезд ни на одном. Вот и все. Вот вам статистика. Я на улице не просто стоял, а я прошел туда за пределы, сколько мог. Ждал, когда Сергей приедет, когда я закончил уже. Осмотр меня закончили. И все это, статистику досчитаю. Я везде считаю. Сколько шагов до дома, если я иду. В какую сторону ближе идти. Вот до Рыжковского пруда, сколько здесь купаться. Все вымерю. А теперь еще привяжу красную ленточку на колесо велосипеда. Ну, она мелькает, и я считаю, сколько раз. А сколько? Один я лентой этой измерил. Окружность колеса. Не могу сказать, сколько. По примеру, я ходил здесь за отходами бумаги для разных предприятий. Типография, Алтайская правда. И посчитал, сколько дней ходил, и получилось. Я прошел 3400 километров. То есть дальше, чем до Москвы. Пешком, с грузом. И с грузом не меньше 30-40 килограмм. Это даже поднимать трудно было. И даже ничего, все это позади. И вот здесь вчера смотрел на мужчин, как они себя ведут. Курят сколько, нельзя сказать. Потому что ни в одном месте они курят. И может быть, уже покурил, только бросил их. Но очень много курят. Очень много. Ну, конечно, больше половины. А-то определенно. Это курящие. Вот. Остальное я не стал брать. Женщины. Вот так же беру. 100-200 женщин. Там 300. Я 100 досчитаю. А потом по новой опять начинаю. Стриженные. Примерно 90% стрижен. Стриженные. Щелка подстриженная. Или так. Волосы, чтобы совсем не тронутые, очень мало. Скос, чтобы волосы распущенные, такие и есть. Это процентов, может быть, даже 10. Но подстриженные волосы и так длинноватые. А вот, чтобы она стояла и выглядела так, как вот. Ну, вы знаете, на Украине там леди есть такая. Волосы на голове у нее выбраны так красиво. Юлия Тимошенко. Она сама по себе такая-то приятная женщина. Она еще волосы-то уберет. Ну, красавица просто. Да и умница такая. Вот здесь коса. Просто опущенная вниз. Два. Два. Примерно на 300 женщин две. Последняя идет. Я не утерпел. Она идет. И я прям как бы на пути. Она меня стала обходить. Я говорю, я вот считаю, сколько вы вторая, у которой косы. Как приятно смотреть. Ее коса, ее краса. Она заулыбалась. А так идет. Ей тоже нужна поддержка. А так, чтобы коса была и на голове как-то закрученная. Ни одной не было. Просто волосы закручены этой башней, шишкой на голове. Такие есть. Ну, сколько. Ну, волосы подстрижены. Там закручено, конца не видно. Вот данные какие. С сережками 100%. С сережками. Женщины. Мужчин ни одного не видел с сережками. Знаешь, как вот. Если кто не знает, то я вообще раз статистику могу дать. Но это ненамного. Это за период времени два часа примерно, который я провел на улице и считал. Но ясно, что никого нет. С сережками все до одной. Крашеные. Есть некоторые. Не крашеные, а губи блестят. Видимо, вазелином или чем мажет. Практически все почти. В брюках женщины, чтобы, ну, юбки-то длинные нету. Это примерно 99%. А то священники выходят, традиция русского народа. Да нет еще чего. Чего обманывайте людей-то. Ну, вот посмотрите, еще 50-е годы. В интернете видно там. Стоят в магазинах, везде все в юбках. Нет, все омужичились. Неприятно до того смотреть. Говорят, а вот женщина, она в брюках-то хорошо обтягивает. Еще обтягивает-то задницу, больше ничего и нету. Нету. Грюки-то кду груди-то не относятся. Ее краса. Смирение. Целомудрие. Ничего тут нету. Маленькие девочки. Тоже в штанишках уже. Повторяю. Если которая идет, есть юбка, то есть сантиметров на 20-30 выше колен. Ну, какая-то юбка. Никакая-то не юбка. Она сядет, у нее все видать. Сесть-то нельзя. Посмотрите старые снимки. Садится женщина, сидит она и платье у нее по низу. Мать Владимира Ильича Ленина. Там снимок когда есть. Посмотрите. Крупская стоит на берегу там Енисея с Володей Ульяновым. И платье у нее по полу. По земле. До земли касается. Я уж беру-то таких, как с бородами. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Старшему из них, Ульянову Владимиру Ильичу, 30 лет. Все с бородами. И бороды нетронутые. И там и бабушкины все перечисляются. И инспектора. Инспектора это звание, ну, не меньше полковника приравнивались. Его отец, Илья Николаевич. Его там, который знакомый. Марк 2. Все с бородами. 100%. 100. Журнал, интересно, тех времен, назывался «Баптист». И там сидит их человек, 70 наоборот, большой журнал такой. Все с бородами. До одного. Баптисты. Пятый год. Или там, десятый год. 1910. То есть это все вот это развращение. Это, ну, прям рядышком где-то совсем здесь. И вот женщины, говорю, с сережками 100%. Вот. Зачем ей это нужно? На высоких каблуках мало. Почему-то раньше сильно много было, а сейчас мало. Ну, не больше там процентов 7-8. Я считал все это. Мало того, когда на ноги надо бахилы надеть такие, светло-зеленые дают, как целлофановые, чтобы грязь не тащить-то. И она надевает их, так интересно. А что она надевает-то? Она земли-то не касается. Она же портит ноги. И кто это делает? Женщины с разрезанными. Если юбка есть, разрезаны почти все. Длинные, чтобы была, как положено, как у мусульман сегодня, как у нас в нашей общине, нет ни одной. Ни одной. То есть выжили, выжжено все. Вот тебе, пожалуйста. А тут, может, священник заходил и видел, как обихаживают старых. Выводят его на коляске. Потом коляску эту слепляет. Она колеса вместе. Его сажает. Видно, родственники или кто. Уважение есть еще. Еще старых пока не убивают. Как у северных народов. Там или куда в гору несут, да бросят. Вот видно, обиход такой. Ну, а про врачей говорить не буду даже. Я-то попал там в сурдологи разных, с кабинета в кабинет. Это настолько приятное. Да, одеты все брюки в них. Я говорю, обиход. Какой обиход? Я говорю с ними. Она меня осмотрела, как она все сделала. Дальше мы сидим и говорим. Говорю, 10 минут. Представьте, врач, 10 минут. Настолько ей все интересно. Ну, конечно, я визиточки дал. Рассказал. Я на другой кабинет сама повела. Да, все молоденькие такие. Ну, не того, что я там по-мужски, как говорю, а просто хорошо смотреть на них. Я говорю, вот видите, врачи-то они очень развратные. Потому что тайны тела не для них. Им говорю, они женщины. Мужчины не было врача. Рассказываю, как у меня. Она стала исследовать. Я правым ухом совсем не слышал. Она проверила. Говорит, они одинаково вас слышат. Я говорю, а как же так это? Да вы привыкли так. А ну-ка, а какое лечение? Выписывает. Видимо, Виктор Андреевич сказал. Выписывает рецепт. Там что-то сбрызнуть надо. А вы принимать будете? Я говорю, нет. Ну, она его пометила. Говорит, ну, надо бы маленько так. А это самопродувание. А какое самое? Чтобы я нот зажал. И вот так вот на себя надулся. И там, я говорю, как перепонка какая. Туда-сюда. Говорит, вот это и надо делать. Ну, я еще не делал сегодня. Я уж не сказал, что я святую воду пью. Росфоры каждое утро-то. Здоровье-то, да? И нисколько мне это не помогло. Я говорю, пять дней, как у меня это заложило, это ухо. Вот это левое. Ну, они очень внимательны были. Вот я еще раз сказал. Вот эту статистику. Маленькая статистика. Если я ее выставлю, вряд ли вы ее найдете в интернете. Я просчитал на один раз, на другой раз, сходится. Один, считаю, сто, сотня первая, вторая, новая, подержать, все одинаковые. То есть, ошибка незначительная на процент может быть. Где-то после меня другие приедут. И может быть, у кого-то и коса будет, или кто-то с бородой. Но с бородой ни одного нет. Ни одного. Вот так. Ну, и дальше считаем, облик священнослужителя даже внешне должен соответствовать церковным канонам. Небритый. С Украины тут приедут, которые понатащат их сюда. Вот тут был у нас Антоний Масельничий, епископ. Ну, оттуда с Украины-то. И понатащили. Их смотреть просто неприятно даже. Бритые, толстомордые все. Бороду и усы не постригать. Усы особенно не постригать, что над губами. Истовые поклоны. Священники, епископы очень редко правильно крестятся. Они креститься не знают, не говоря поклониться. Так, как у стены плаща, как иудей, какой стоит там, головой дрыгает и все. И всех членов церкви касается это. Мужчинам не брить и не постригать бороды. Не творить этой блудодейной ереси. И мужам не растить длинных волос на голове. Не растить. А мне говорят, а у вас брат там с резинкой. Я мне однократно говорил. Не думайте, что я брату бы не говорил. Я ему говорю, молчит. Молчит и. Ну, давай я тебе остригу. Молчит. Ну, еще могу сказать. Говорено. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Первое коринфянам 11.14. И ста глав. Сороковая глава. Вот к нам летом приезжал тут Роман Николаевич. Роман Николаевич. Мужчина-то хороший. Видно. Роман Николаевич. Нам нужны работники. Потому что мы на новом месте. В прошлом году тут стали говорить. А наши молодые ребята на меня говорят. Да он больше нашего делает. За ним, говорит, не угонишься. Я-то неделю акклиматизируюсь. Я берегу себя. В это время в баню не хожу. И пораньше лягу спать, чтобы организм взял свое. Почему-то сижу здесь. Ничего не делаю. Вот так. Дальше. Женщинам волосы не стричь. Никак. Не подстригать. Там коса, чтобы ровная была. Подстригать. Ни волосинки не трогай. Если которая жена ради мнимого подвижничества острижет волосы, которые дал ей Бог в напоминание подчиненности, такая, как нарушающая заповедь подчиненности, да будет под клятвою. То есть под проклятием. Гангский собор, 17-е правило. Вот женщинам это дайте. Гангский поместный собор, 17-е правило. Подклятвую. Подклятвую тут под проклятием. Ни о каком причастии еще не должен. Она стрижется. А вот которые вчера ходили, мы сидели с тельгами и говорят, любой из них курит, он сейчас стоит, конечно, живет там как, там ворует, блудит, не имеет значения. Все 100%, которые я взял в статистику, могут пойти сегодня причаститься. То есть большего распутства нету сегодня, ни где, как вот в церкви. Это так попы расхолодили. А у нас он даже в ограду не зайдет. В деревню он даже у нас, в деревню новая, и она выходит в брюки, в церковь, и говорит, вы выводите, кто в брюках? Не выводим. Я говорю, а почему? Да мы их не запускаем. А переодеть, переоденем. Вообще, 26 лет, это уже опыт есть. Разные приезжали начальники. Нынче даже Роспотребнадзор, и в брюках ни одной не было. Они уже знали. Знали. И одеты уже, как прилично, юбочки на них. Вот волосы не стричь, которые дал ей бог напоминанием подчиненности. А почему она против? Почему? Она омужичилась. И вот идут бабушки седые, а на голове волос вообще не... Ну, так это как он под бокс начинала. Что? Почему у ней косы нету-то? В первую очередь, не надо встал, как мужчина, не надо расчесывать и другой. Лень. Ленивые. Дальше она не знает истинной красоты. Она не знает. Вот к нам приезжали, даже тут американцы, привозили библейское общество. Ну, и там Булатов Алексей Владимирович, и он говорит, какие у вас женщины красивые. Я говорю, одеяние красивые. Женщины такие же самые. Ну, может быть, и такие маленькие. Я помню, как на занятия в ГТУ пришел ректор Ивсигнеев Владимир Васильевич. У него студентов 21 тысячи. И он вышел, вот такое лицо у него. Я говорю, а что это за люди у вас? Я говорю, тут я за администрацией, края, СПСБ, я говорю, и прокуратурой. Ну, все студенты, преподаватели на занятиях в кафедре 410-й корпуса ВАГТУ, город Барнаул. Я не про это спрашиваю. Что за люди-то у вас такие? Я говорю, а в чем дело? Так у них лица светятся. Он-то, значит, насмотрелся своих? Я говорю, как светятся? Так вы разве не видите? Я говорю, нет. Как так? То есть, он только зашел, и при том, это говорит не один человек, то есть люди еще не нашего толку, как сказать, а уже ходят и знают, и вот вопросы задают и прочее. И он смотрел на лица. Мы как-то занятия вели здесь, где мы находимся, ползунова шоссе. И зашел директор красного магазина. Красный магазин, это один из крупнейших в Барнауле был. Да, еще Мария Ира, в те времена Исаев. Только зашел и в ворота писал, а что это за территория? Я говорю, я хозяин тут, мне выделили это по решению. Суда закрепили. За то, что меня конфисковали, а я реабилитированный. Вот посчитали, рассчитываться нечем было. И городская администрация, вот в центре города, 13 соток и 2 здания. В частную пользовательность. И при том, вас назад нельзя разыграть. Да я не правил это. А что? А вы не видите, что тут воздух светится у вас? Какая у вас положительная аура? Мне до того смешно. Аура. Да какая аура? Мы молимся здесь, в церковь. Вон в чем дело. Еще один директор там какой-то таможенной службы приехал. У меня связи хорошие в городе. И он только-только шагнул и сразу остановился. О, какая у вас аура здесь положительная. Вот такое дело. А тех, которые, ну, там, нас поносят, говорят, они приходили, может быть, они бы тоже перестали поносить, если бы увидели, какой у нас народ. Как у меня дядя говорил, сам-то я никто, но какие у меня друзья. И вот дальше. Во Христа крещением облегшиеся, это кавычки уже взяты, дали обет подражать жизни Его, Христа, того ради волоса на голове к обряду смотрящих искусственными плетениями располагающих и убирающих. И таким образом неутвержденные души прещающих, отечески вращуем привечной эпитемьёю, переметуясь наказания, которые волосы закручивают, обнигуди делают, руководствуя их, как детей. То есть эти люди неразумные, малоумные. И научая целомудренно жить, доставив прелесть и суету плоти, к негиблющей и блаженной жизни ум непрестанно направляют. И чистое со страхом пребывания имеют, и ощущением жития, насколько можно, к Богу приближаются, и внутреннего боли, нежели внешнего человека, украшают добродетелями и благими и непорочными нравами. И да не носят в себе никакого остатка порочности происшедшие от сопротивника, то есть от сатаны. Если же кто, вопреки всему правилу, поступит, да будет отлучён. Шестой Вселенский собор, девяносто шестое правило. Запишите. Вот волосы накручивают, то другое, красят, и бывает волосы приплетают чужие, башни на голове. Ефрем Сирин говорит, и в судный день тебя с этими башнями встречу Господу принесут. Это не знающие волосы. Может быть, от того, который давно в аду мучается. Вот как сурово разговаривали. Строго. Шестой Вселенский собор, девяносто шестое правило. Я ничего не придумываю. Благоприличие в одежде. Мужам не носить галстука. Это наше правило. Галстука. Это сатанинский знак. То есть масонский. Всегда всем носить крест. Крест. Крестик на себе. И пояс. Они сказали, вот человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан, под чрестом своим. И сказал он, это Илья Фисвитянин. Четвертая книга. Царств 1.8. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда поясывается. То есть пояс, которым всегда поясывается. Так и было. Псалом 108.19. И вот вместо благовония, зловония, когда разное украшение это делают они, и говорят, а где написано, что нельзя сережки носить? Не знаешь, где? Исайя 3 глава 23 стих. Запиши себе и все. Там все сказано. О жереве, цепочки, луночки там, сережки. Все оговорено. И будет вместо благовония вот эти разные одеколонщики-то, зловония. И вместо пояса будет веревка. И вместо завитых волос плешь. И вместо широкой панчи узкое вречище. Вместо красоты клеймо. Исайя 3, 23, Матвея 3, 4, 10, 9, Деяния 12, 8, 21, 11, Откровение 1, 13, 15, 66, Лука 12, 35, 37, 17, 8, 1 Петра 1, 13, Ефесянам 6, 14. У нас принято это наше. Рубашку носить на выпуск по русскому обычаю под пояс. Не в брюки заправленные. С ремнем многие мужчины есть. Есть, вчера вот я смотрел, даже маленькие там проценты, ну, может, процента 2, которые резинки такие через плечи перекинутые. Брюки поддерживают. Это пузатые в основном. Мужчин пузатых много. Я даже не знаю, сколько, но, например, она равных. Говорят, избыточный вес, жирные люди, жирные. Сколько корма червя, сколько тонн сала принесут в могилу. Процент не мог сказать даже какой. Ну, больше половины излишний вес. Излишний совершенно. Больше или меньшей степени. Врач выходит толстый такой. Так, женщинам в храме быть в длинном одеянии. Край платья касается ступни ног. Руки всех должны быть закрыты до кистей на молитве. В храме и за едой. То есть, никаких безрукавок не было, чтобы... В храме и на молитве дома женщинам обязательно по форме платок под булапку. Не в меховых или иных шапках-то. Не носить с женам мужской одежды. Это у нас все записано. А когда начинаешь говорить, а почему? Как почему? Писание говорит, если ты верующий человек. На женщине должно быть мужской одежды. Мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делающий сие. Второзаконие 22.5. Стоглавый собор 38-90. Целый собор откинули негодники. А на нем были святые, канонизированные. Ну, то есть, безумия нет. А оглашенные, извините. А кто оглашенные? Не знаю. Взяли эти слова, выкинули. Так, ритургии Златоуста это и нет тогда. Никаких украшений, косметики. И сказал Господь, «За то, что дочери Сиона надменно ходят, а подняв шею, обольщая взорами, выступают величавой постухью и гремят цепочки на ногах. А галит Господь теме дочери Сиона и обнажит Господь сарамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, звездочки, луночки, ожерелья, опахала, увяслы, запястья, сосудцы с духами». Я в одних зашел, коснулась мне помыться, и она считала около 50 разных бутыльков стоят с разными духами. Ясно дело, что внешний вид бутыльков этих. Глупость. Это Исаия 3, 16, 23. И Петр говорит, «Да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы, ни нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Я интересно, на днях увидел верующие, они называются, и она такая была, как фотомодель девчонка. Ну, видно ее. Вышла замуж, но я не знаю, сейчас сколько прошло времени, год-то прошел или нет, год-то прошел, наверное. Я ее узнать не могу. Она как будто бы на 30 лет постарела сразу. Вот и все. Как интересно. Однажды я такое просчитал, а кто-то будто бы молился, я говорил, «Господи, ну почему такой-то обманут?» Я взял ее по любви, по красоту, она как ангел была, красота такая. А вышла замуж за меня, говорит, непослушная такая. И сразу изменилось лицо ее и сделалась как ведьма какая. И будто бы ответ был такой. Я сотворил Еву, девой, а женщинами делаете вы. Поэтому вы видите образ ее, который я сотворил, а дальше живете с тем образом, который вы сотворили. Она уже не дева. Вот тебе и ответ. Вот так. Это 1 Петра 3, 3, 5 и 1 Тимофея 2, 9. И не допускать входа в храм в неприличном виде. Женщин, накрашенные в брюках или без платка. Вот так. А могут это сделать сегодня в храмах? Никто. И когда у нас были люди, я говорю, там и архимандриты были, записывали правила, вручную и переписывали. Мы обязательно у себя так заведем такие порядки. У нас 16 правил церковной дисциплины, знания вывешены. Ни один, повторяю, ни один, нигде. Почему? А свои священники сразу задушили. Да что придумал тут? Да что-то нужно, да вы что там поднабрались, съездили атеретиками, псевдоправославными, но и дальше-то из него как из бурдюка проткнутого, зловония течет. И он говорит, они меня совсем заели тут. Я уже не буду ничего больше делать. Вот так. И поэтому, чтобы сделать, как вот у нас принято, ну надо кое-что порешить уже со всеми. В конце, хоть когда говорить невозможно, люди начинают спорить. Не можете служить Богу и мамоне? Богу и мамоне. А как узнать? Ну, мамоне-то можно узнать на виду, а служишь ли Богу, это неизвестно. Я просто говорю. Не можете. Не можете, даже пытайтесь надо. Мамон, она как огня боятся. Не можете, если написано так. Как человек говорит, славу друг от друга принимаете, а от единого Бога не ищите. Ну, можно понять, славу друг от друга принимаете. Андрей Кураев, правом, говорит, Игнать, ему все равно, наплевать на все ваши запреты. Если не по Библии, все сказано. А для меня не наплевать. Важно, что епископ скажет. То есть, я завидую ему, неоднократно говорит. Андрей Кураев на меня выступает, когда я говорю, я завидую ему. Вы отвоите свою свободу. Если свободы у вас нет, вы бесталантный человек. То есть, таланты скрытые, и Бог их просто отнимет. Вообще, их даже вспоминать не будете. Еще что-то. Сейчас трепешит, охота сделать, а потом ничего не надо. А зачем? Как все? Пришел, отмолился, ушел. То есть, участие в церковной жизни вы никакого не принимаете. А какое вы принимаете? Ну, какое? Я вижу недостатки, всегда вмешиваюсь. Везде опаздывают, и порядок наводим. У нас смотрители есть, за этим следят. У нас все сделано. Мы можем показать конкретно, что и как. Ну, вот все. Это к молитве все относится. Я сейчас выключу. И буквально через минуту-полторы включу заново. Включу для того, чтобы события дня насчитать. Все на этом. Так, я сейчас. Спасибо.